В субботу на территории предприятия Венского срейс царила праздничная атмосфера. Под звуки музыки руководство предприятия поблагодарило своих сотрудников за работу. Причем слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кого пассажиры в лицо не знают, но благодаря которым могут комфортно передвигаться в общественном транспорте. Например, пассажиры наверняка замечают, насколько чисто в автобусах. Значит, кто-то постоянно поддерживает в них порядок. Пассажиры бывают разные, и поросята в том числе. Чаще всего жвачки под сидениями нахожу или разрисовываю спинки сидений. Техника постоянно нуждается в ремонте, а за это отвечают слесари, механики, автоэлектрики. Я отвечаю за все, что связано с электрикой. Техники много, каждый день есть работа. Проезд в общественном транспорте не бесплатный, но бывают случаи, когда контролерам все-таки удается задержать желающих проехать зайцем. Зайцы бывают? Очень-очень редко. Практически. Но были в вашей практике? Конечно. Как реагировали? Ну, совершенно без желания платили соду науду. В основном бывают молодежь, которая проходит в большой автобус во время выхода пассажиров на остановки. И так. Вообще хорошие пассажиры? Очень хорошие, да. Доброжелательные, отзывчивые. И водители тоже. Поздравить работников Венсполс-рейса с профессиональным праздником пришли школьники, подготовившие для них не только музыкальное приветствие, но и открытки ручной работы. Мне нравится ездить на наших автобусах. Пассажиры вежливые и водители тоже. Желаю вам попутного ветра и много пассажиров. Желаю здоровья и хорошего настроения каждый день. Во время торжественного приветствия руководство предприятия поблагодарило участников фотоконкурса. В течение 10 дней воспитанники фотокружка под руководством Андриса Репхунса фотографировали все, что связано с предприятием. Фотографировать автобусы, шоферов, остановки, автовокзал и базу, ремонтные дела. Всего было представлено 503 работы. Лучшие отобрали сами работники Венсполс-рейса. Победителям конкурса вручили подарочные карты. Но самое пристальное внимание в этот день все-таки было уделено тем, кто каждый день садится за руль и перевозит нас из одного пункта в другой. В них в этот день был финал конкурса. Причем соперничали они и со своими коллегами из других городов Латвии. Сегодня соревнуются лучшие. Они идут на результат. Это те, у кого есть здоровье, спортивная злость. Думаю, что будут хорошие результаты. При этом сохранится интрига. Спасибо Артуру за приглашение. Нам очень интересно, как это происходит. Я в этой организации работаю неполный год. Мы тоже хотим повысить квалификацию наших работников, научить их водить лучше и при этом безопасно. Я всегда говорю, что мои лучшие. И сегодня они постараются это доказать. Но если не получится, ничего. Такова жизнь. Спорт есть спорт. Водители в рамках конкурса осуществляли маневры, которые в принципе они делают каждый день. Но во время соревнований появляется волнение, иногда мешающее четко выполнять поставленную задачу. Конкурс для шоферов – это не только совершенствование навыков, но и возможность, показав хорошие результаты, получить доплату к ежемесячной зарплате. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.